Люди по привычке бегут на красный свет по пешеходному переходу, и только единицы обращают внимание на желтую кнопку на светофорном столбе. Уже через неделю, уверяют нас сотрудники ГИБДД, горожане освоятся и научатся управлять регулируемым светофором. Этот пешеходный светофор стал 28-м по счету установленным на дорогах округа Муром. Решение об установке светофорного объекта напротив проходной завода РИП было принято не случайно. Ежедневно эту дорогу переходит несколько тысяч заводчан, и до сегодняшнего дня путь на противоположную сторону улицы был для них полон опасности. В прошлом году погиб на этом пешеходном переходе работник предприятия. Для удобства заводчан в часы пик, утром, в обед и вечером зеленый свет светофора будет гореть дольше. Данный светофорный объект будет работать в трех режимах, то есть идет утренний подход людей к заводу, то есть все будут проходить опять же через дорогу с увеличением времени для пешеходов. Потом обеденный перерыв, скажем так, опять же будет увеличение времени работы пешеходов, пешеходного светофорного объекта. И вечернее время. Установка светофора – это совместный проект администрации округа и завода РИП. Со слов начальника отдела транспорта и связи Николая Смирнова, этим летом в городе запланировано проведение ряда дорожных работ, которые обезопасят жизнь горожан. На сегодняшний день активно ведется строительство парковочных карманов. Уже построен карман Надзержинского в районе кафешка РУ, куда многие с детьми приезжают, могут спокойно припарковать теперь свой автомобиль вне проезжей части. В настоящий момент ведется строительство кармана в районе торгового центра электроника. То есть тоже разгрузит у нас проезжую часть улицы Ленина. В скором времени в округе появится и 29-й светофор. Он будет регулировать движение на улице Орловской в районе института и техникума. Ольга Килешина, Александр Симонов, Новости 24, Муром.